С приветом, Набутов! Не грусти, все будет хорошо, как ты говоришь, решетка, решетка, не грусти, все будет хорошо и в красном цвете, слушатели нам, кстати, уже присылают свои фотографии, не грусти, все будет хорошо, красный цвет. Мы свои тоже запустим сейчас, но пока перейдем к нашему следующему гостю, у нас сегодня утро прекрасных людей. И, кстати, многие грустят, грустят не только потому, что глядя на то, что происходит в стране, но и также нервничают из-за угрозы коронавируса, из-за стремительно меняющегося действительности экономического уклада, непонятных перспектив в будущем и так далее, и так далее. История, которую мы довольно давно хотели обсудить в эфире в нашем, это история страхов, стрессов и очень серьезной всеобщей невротизации российского, да и мирового, так сказать, общества. Людей на планете Земля с нами на связи из Санкт-Петербурга. Знамейший питерский психотерапевт, профессор, доктор медицинских наук, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека имени Бехтеревой, Российской Академии Наук, Леонид Семенович Чудко. Леонид Семенович, Леонид, доброе утро. Научно. Популярно. Да, да, Леонид Семенович, здрасте, здрасте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Как ваше настроение? Боевое настроение, боевое. Я хотел сказать, что 20 лет назад ваш отец снимал у нас в Институте программу «Один день». Я помню, мы с ним разговаривали о нарушениях сна. 20 лет назад это было. Он с тех пор плохо спит, вы знаете. Он всегда готов, всегда готов. Мы с ним обсуждали эту тему. Я к вам его отправлю. Вы знаете, он сейчас как раз пехает из Питера, с поезда Сапсана. Он приехал 15 минут назад пехает досыпать. Но я так поняла, что встреча с Набутами очень запоминающаяся. Да, конечно. Безусловно. 20 лет прошло. Леонид Семенович, ну что, давайте коротко. У нас на самом деле не очень много времени. А тема-то такая сверхактуальна. Я понимаю, что... Вот я правильно отметил такую очень серьезную невротизацию общества на фоне всего, что происходит сейчас? Конечно. Действительно, все переживают стресс. И в процесс пандемии вовлечены не только те, кто болеет. И, конечно, те, кто их лечит, врачи. Но и все кругом. Особенности сегодняшнего дня, сегодняшнего стресса, это, с одной стороны, информационный, кроме инфекционного стресса, да, понятной боязни заболеть, это, безусловно, информационный фон. Раньше люди не знали, где, кто, сколько человек болеет. Сейчас мы утром включаем интернет и видим цифры, не всегда приятные, чаще неприятные. Второе, это все-таки социально-экономический стресс. Элементы локдауна где-то больше, где-то меньше. А люди боятся этого. Люди боятся утратить свой уровень благосостояния. Я не говорю о тех ситуациях, когда люди теряют работу и боятся нищеты. Это очень важный момент. Скажите, пожалуйста, это понятно, я как раз с этого и начал. Плюс сам, просто тот объем информации, разнообразный, зачастую противоречащий друг другу, который на нас вываливается, в том числе фейк-ньюс, мнение экспертов. Одни врачи говорят, например, если мы говорим о вакцинации, надо вакцинироваться. Другие врачи говорят, не надо вакцинироваться. Все это все муссируется, обсуждается. Все это бесконечные споры. Вот как с этим быть еще, вот с перегруженностью информационного фона? Здесь несколько моментов. Люди часто жалуются, что они действительно не могут отогнать от себя вот эти неприятные мысли. Они не могут заснуть. Такой термин есть, руминация. В буквальном переводе пережевывание, пережевывание мыслей. Человек не может заснуть, он все время думает, думает. Гоняешь, гоняешь, гоняешь. Что мы рекомендуем? Выделить какое-то время, 15 минут в день, специально для вот этих мыслей. Заранее предусмотреть. В такое-то время я буду думать плохие мысли. Вот сесть где-то и 15 минут специально пережевывать, вот быть в этом негативном. У нас в квартире даже есть специальное место для негативных мыслей, да. Как правило, квартиры малогабаритные, других не. Вы скажите, вот мне интересно. Специально, если, про какое место вы подумали, простите, пожалуйста. Это именно про то место, там некоторые читают. Нет, вот это ни в коем случае так делать не надо, потому что этот процесс будет тогда связан с негативными мыслями. И вот эту одну из важнейших физиологических функций вы нарушите. Возникнут большие проблемы. Нет, нет, нет. Леонид, скажите, вот эти 15 минут, как вы советуете, в какой половине дня их лучше брать? Ну, то есть есть какие-то рекомендации? Вы знаете, это не надо делать перед сном, потому что это может сбить сон. Ну, желательно не устраивать такую негативную зарядку утром. То есть где-то, может быть, во вторую половину дня, может быть, на работе, если вы ходите на работу, 15 минут, если есть возможность. На работе, пожалуйста, можно подумать какие-то не очень хорошие мысли, а домой прийти уже с хорошими мыслями. Вы знаете, Леонид Семенович, это, конечно, замечательный совет. У меня подвижная психика, я человек эмоциональный, у меня вот эти гонки, которые, когда ты зацикливаешься, гоняешь, 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 это негатив. Значит, это случается периодически, особенно в последнее время. Я не могу понять, каким образом можно себя заставить избавиться от этих мыслей, особенно перед сном, и перевести это все вот в эти 15 минут. Это же силой воли не происходит, в этом проблема. Безусловно, вы правы. Не надо от них избавляться. Вы в этот момент подумаете, представьте, что я постараюсь не думать об этом сейчас, у меня для этого есть специальное время. Помните, как с Карлой Тахарой, да, я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра. То есть вы не то, что их, ни в коем случае, как помните про Хаджуну Средину, ни в коем случае не думать об обезьяне. Вот, нет, вы думаете, я переложу эти мысли в другое время, я подумаю о них, но подумаю о них в другое время. Если вы 15 минут активно будете их гонять в определенное время, в другое время они вас меньше будут беспокоить. Вот вы уже эмоционально отреагируете. Вот эти 15-20 минут вы пробудете в этом ярком негативном состоянии. У человека есть такая эмоциональная батарейка, миндалина, амигдала. Вот вы 15 минут погреете эту батарейку, но в другое время эти мысли не так активно будут лезть вам в голову. А может быть это совместить, например, с как бы таким психоэмоциональным выбросом, например, пойти в спортивный зал и помесить грушу или проораться, некоторые рекомендуют. Да, если ты чувствуешь, что тебя накрывает, да, и ты вот на негативном фоне. Стоишься в машину и просто орешь, материшься, представляешь, что перед тобой твой начальник или коронавирус, или проклятые ОМОНовцы, которые не дают тебе жить и прочее. Ну вот визуализируешь как бы и просто высказываешь все, что о них думаешь. Безусловно, я такие вещи провожу у себя с пациентами в кабинете, представляете, как люди, которые в коридоре, слышат, как у меня в кабинете расстается крик, как они реагируют. Да, вот такой эмоциональный выброс. То есть это же еще и физически, ты же, когда у тебя идет эта гонка и фактор стрессогенности, у тебя еще и происходят мышечные сокращения, ты весь зажимаешься, и это соматический, потом приводит, может приводить к соматическим болячкам всяким. Да, а можно написать письмо, можно эмоции выразить для кого-то, кто-то эти мысли захочет выразить в каком-то, это называется письмо по Пенебекеру, какие эти мысли выразить. Это может быть электронное письмо, это может быть страничка дневника, почему люди вели дневники, это выброс эмоциональной энергии определенной тоже. Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас есть интернет-портал, плюс 7903-797-6333, он же в WhatsApp, вы можете сюда писать свои негативные письма, а более того, они прозвучат еще в эфире, мы вот такой работаем губкой, которая впитывает ваш негатив. Получите, получите удовольствие. На YouTube-канале, кстати, идет трансляция, заходите, подписывайтесь, комментируйте. Вот у нас Сергей из Москвы, наш слушатель, ремарку вставляет, Оруэлл писал об этом в романе 1984, это называлось «Двухминуткой ненависти». Но, по-моему, у Оруэлла все-таки немножко другой был оттенок. Немножко по-другому, да. Да, Леонид, а вот мы в предыдущем часе говорили о политических разногласиях, которые в паре и в семье случаются. Как вести диалог с друг с другом, если муж и жена на разных политических позициях? Или твои родители на одной позиции, а ты на другой? Не-не-не, давайте про родителей черствами, от родителей можно уехать все домой и выключить телефон. Нет, именно в семье вечером, вот вроде секс наклевывается, и тут началось, Путин поднял страну с колен. Нет, он сволочь все прогадил и так далее. И пошло-поехало. Знаете, на самом деле вы затронули очень важную тему в связи с пандемией этой ситуации. Ситуация депривации. Люди замкнуты в определенном пространстве. Были. Сейчас несколько меньше, слава богу, это будет групповая изоляция. То, что было у космонавтов, да. И волей-неволей люди не могут и начать новые эмоциональные отношения, и не могут закончить старые эмоциональные отношения. Выйти из ситуации. Поэтому, ну, стараться не обострять. Если вы знаете, что эта дискуссия будет болезненная, но выйти из нее... Ну, что, стараться... Это касается не только политики. В мире можно много разных мировоззренческих, бытовых и других тем, которые вызовут не меньшие противоречия тем политические темы. Ну, что, давай поговорим об... Как? Давай поговорим об этом завтра? Я не знаю. Нет, давай сейчас не будем... Давай не будем говорить. Давай не будем говорить. Давай попьем чаю. Давай посмотрим фильм. Нет, ты мне скажи. Подождите, а когда закипает, ну, вот уже невозможно... Ты чувствуешь, что ты реально недоволен и хочешь об этом поговорить. Неважно, неважно, что это за тема. Не можешь на чай уже переключиться. Выйти на улицу, погулять. Десять кругов вокруг дома. Кстати говоря, о роли спорта в борьбе со стрессами. Прежде всего, наверное, о прогулках, свежем воздухе, дыхательных практиках. Что вы рекомендуете? Безусловно. Знаете, английские психологи рекомендовали тактику профилактики стресса. 4F. Первое, это, как вы правильно сказали, спорт. Фит. Фитнес. Фуд. Фуд. Футбол. Ну, движение. Да. Фуд. Питание. Больше жрать. Меньше жрать. Правильнее жрать. Регулярно. Так. Регулярно. Я бы сказал так, регулярно это делать. Калораж, это уже каждый человек исходя. Регулярно. Третье, это файт. Борьба. Должны быть какие-то яркие эмоции. К чему-то двигаться, за что-то бороться. Достигать. Вот поставить план, написать статью. Вот мне нужно вот сегодня это сделать. То есть концентрация на какой-то цели, вы говорили об этом, которая как раз убирает все негативные мысли, которые ты гоняешь. Конечно, надо знать, ради чего мы хотя бы сегодня живем, цели ставить. Четвертое ф мы произносить не будем, но Кристин Бернардт, пионер в области трансплантологии, он говорил, что лучшей профилактикой стресса является любовь. Во всех ее проявлениях. Больше он говорил не столько о какой-то... Он больше говорил, конечно, об эротической любви. Ну понятно, то есть факт. Мы будем называть вещи своими именами, вы имеете в виду секс. Это нормально. Я не знаю, что ты женат, а он понимал. А вот история погладить котика, серотонин выделяется в этот момент, вот это вот общение с животными. Ну, если это кому-то помогает, а кто-то... Главное, чтобы кто-то не ударил этого котика в этот момент. У кого-то так что-то выделят. Какие-то еще вы дадите советы в плане профилактики и саморегуляции? Например, я еще раз говорю, вот информационный фон. Я начал выключать телефон, например, за час до сна. Вообще. И не брать никаких электронных носителей в руки. Только бумажная книга. Дозировать. Дозировать негативную информацию. И знать, какой канал будет позитивный, какой негативный. Все-таки переключаться от каких-то политических, информационных каналов на что-то приятное. Это очень... Хорошо, есть другой вариант. Сейчас вот все сидят. Ну, условно, лента Фейсбука, да? Ты же залипаешь в ней. Ты просто мотаешь, 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 что-то просматриваешь такое. Опять мотаешь, мотаешь. Это уже ты потом заныриваешь, а потом через три часа из нее выныриваешь. Там сейчас очень много всяких... Переключиться невозможно. Все говорят про политики. Все друг с другом ругаются. Вот, кстати говоря, как с этим еще быть? Это срач в социальных сетях, извините. Ну, надо все помнить. Всегда помнить, что наша история была еще сто лет назад гражданская война, когда люди вообще убивали друг друга из-за политических взглядов. И что было, да? Поэтому не надо всем их устраивать гражданскую войну брат на брата и так далее и тому подобное. Помните, что есть какие-то вещи более вечные, чем политические ценности. Ну, вот кроме вот этого негативного островка, о котором я говорил, когда нужно негативные эмоции устраивать все позитивные островки. И сейчас очень широко распространяется методика mindfulness, осознанного внимания, осознанное внимание на что-то приятное. Можно взять шоколадку и долго есть ее. Вот этот кусочек шоколадки почувствовать ее структуру, запах, у кого нету на СМИ, вкус. То же самое можно сделать с стаканом чая. Ароматный чай, почувствовать тепло, идущее от кружки. Аромат чая, глоток, как горячий напиток идет по пищеводу. То есть сосредоточиться на вот этих простых, но приятных ощущениях. Леонид, хочу поговорить о последствиях ковида. Многие люди после ковида находятся в угнетенном состоянии и чувствуют отсутствие силы, и вообще психологический фон достаточно такой, не самый лучший. Я думаю, что еще будут разбирать, почему так происходит. Мы мало что можем об этом сказать. Но тем не менее, когда человек находится в угнетенном состоянии, и он понимает, что его состояние связано с последствиями ковида. То есть ты понимаешь, что это вот поэтому. Как можно себя поддержать вот в этой ситуации? Спасибо. Вы знаете как, здесь два момента. Во-первых, есть непосредственно нейротропное воздействие вируса на ткань головного мозга. Это один момент. Это же, это так. Многие ученые, я читал несколько серьезных работ, которые говорят, что через обонятельный нерв вирус попадает прямо в мозг. И серьезнейшим образом, это вообще болезнь, еще и болезнь крови, то есть очень сильно бьет в физиологическом плане по нервной системе. Не всегда, слава богу, не всегда серьезнейшее, но воздействие есть. Да, и в частности, это астения, чаще всего говорят астения, ощущение слабости, ощущение того, что батарейка, но не эмоциональная, про которую я говорил, а батарейка, которая активизирует наши силы, она работает плохо. Вот это наиболее частая ситуация. Плюс у всех нас есть вегетативная нервная система, это такое реле от головного мозга к внутренним органам, терморегуляции и так далее. И это реле тоже сбоит. Вот это чаще всего непосредственно нейротропное действие вируса на ткани головного мозга. Ну, здесь задача обратиться к врачу, который назначит лечение. Это таблетки, да? Это таблетки. Таблетки, инъекции, в зависимости от ситуации, что с пациентом, это одно. А второе, это человек переживал угрозу жизни, угроза жизни, особенно тогда, когда он болел. Может быть, он болел не так тяжело, но он видел, как болеют окружающие, он болеет, а он читает новости о том, как... Это экзистенциальная история. Да, конечно, конечно, угроза жизни. Да, и он это тоже переживал. По литературным данным отмечен рост выявления посттравматического стрессового расстройства. Это расстройство, о котором говорят обычно после катастрофы какой-то, после боевых действий. То есть это военные травмы такие. Травмы после землетрясения. А вот сейчас в мирное время у людей вот такие. На треть увеличилось количество рецептов, которые выписывают на противотревожные препараты. Насколько увеличилось покупки алкоголя, такая тоже статистика есть. То есть люди борются со стрессом разными способами, мы не все рекомендуем. То есть вот это есть и после вируса тоже. То есть с одной стороны это фармакотерапия, а с другой стороны, ну, надо думать о том, что я пережил, да, что человек думает, ну, страшно, это уже позади, он должен думать. Да, это естественно. Да, это бывает. И помнить в этот момент, что это происходит у многих. Когда человек в этот момент понимает, что это происходит у многих, ему становится легче. Не то, что он один такой вот, тут тихо, вяло страдает, а это происходит у всех. И вот в этот момент как раз не надо замыкать социальные контакты, а наоборот, открыться миру. Есть такая, почитайте, работы Мартин Залегман, такой психолог. Как еще раз, Мартин? Мартин Залегман. 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 Залегман, ага. Американский психолог. Позитивная психология. У него достаточно популярном уровне написаны книги. И есть так называемая мантра Залегмана. То, что обычно мы рекомендуем врачам, которым сейчас очень тяжело. То, что происходит сейчас, это не происходит вечно. Не будет происходить вечно, это пройдет. То, что происходит сейчас, я управляю этим. Вот это очень важно. Что многое в этот момент зависит от меня. Помнить об этом. Это не будет происходить вечно. И то, что я управляю этим. Вот вы ведете автомобиль, самое страшное, это потерять управление. Вот все-таки понимать, что вы управляете. Вы управляете. Это фактически первый же психологический, самый главный, любой психолог вам скажет, здесь и сейчас. Вы все время думаете о прошлом или все время думаете о будущем. Это вас нервирует, тревожит здесь и сейчас. Контакт как бы с реальностью, с моментом. Вы знаете, я думаю как раз о том, что надо думать о будущем тоже. Я не сторонник гештальтизма, когда только вот на сегодняшнее ощущение. Надо думать о будущем. О том, что будет завтра. К чему вы идете. Зачем вы идете? Ради чего все это делаете? Ради детей? Ради близких? Так. Вот смотрите. Вот видите, об этом люди думают и выходят на улице, извини меня, потом в наши города. Куда мы идем? Зачем мы думаем о детях? Это нервирует. Мы можем сказать, что выход на улице, гештальт не виноват. В данном случае. Вы сказали про планы, про то, что все-таки важно простраивать планы, что они, наверное, дают какую-то надежду. А что делать человеку, который вот немножко потерялся и не видит, как простроить план? Я понимаю, что это очень большая, сложная такая ситуация. Ее надо рассматривать по частям. Но, тем не менее, есть какие-то способы, как поддержать себя в этой ситуации. Ну, например, я не знаю, человек живет и считает, что все плохо, политическая ситуация сложная, чувствуешь бессилие от того, что чувствуют, бьют других людей. Ну, вот в этом ключе. Про бессилие, да. Спасибо. Найти какой-то хоть небольшой эмоциональный якорь. Может быть, этот якорь был в прошлом? Ну, подумайте, может быть, этот якорь появится и в будущем. Поездка на море. Да, когда-то. В прошлом году вы ездили на море. Вы думаете, ну, что бы ни было, но через год вы сможете поехать на море? На любое. На финский залив. Если вы не сможете съездить на Средиземное, вы съездите на Финский залив и что-то в Москве, в Московское море, на берег, реки Клязьма. Вы сможете посидеть на берегу и сможете насладиться картиной воды. Хоть какие-то небольшие картинки впереди, приятные. Вспоминать приятные моменты в будущем, откладывать их в такой ящичек, как будто у вас хранилище в сейфе туда положили, и оттуда доставать. Леонид Семенович, ну, понятно, да, то есть банк приятных воспоминаний, которым можно вызвать. Можно еще секундочку в отношении стресса? Я бы всем порекомендовал еще прочесть книги, они переведены на русский язык, австрийский психотерапевт Виктор Франкл. Виктор Франкл. Так, человек с трагической судьбой, попавший во время войны в танцлагерь, и вот его мысли о том, как надо жить, ради чего надо жить. Вот, почитайте, они написаны очень хорошим языком, переведены. И ради чего надо жить, если можно, потому что не все прочтут, а многим интересно. Но лучше прочесть, Виктор Франкл. Франкл, когда в страшнейший момент своей жизни, да, он понимал, что может умереть, он думал о том, как в дальнейшем в зале Венского психоаналитического общества он будет в смокинге на крахмалиной рубашке рассказывать коллегам с трибуны о разработанном им методе психотерапии. Он, находясь в танцлагере, думал о методе психотерапевтическом, который, кстати, помогал окружающим, тем, кто был рядом с ним, вот это ему помогало выжить. У него при аресте была конфискована рукопись, и он думал, как вот эту рукопись сохранить в своей голове. Поэтому, по возможности, какой-то элемент творчества, какой-то элемент творчества. Сейчас много сайтов, там, Prozor.ru и что-то еще есть, где можно что-то написать. Напишите фантастический рассказ, попытайтесь представить себя со стороны. Возможно, вы ответили нашей слушательнице Светлане, она спрашивает про страх. Вот интересно. Светлана говорит, что уважаемый психолог посоветует в такой ситуации? Мои знакомые, две женщины, мать и дочь, их попросили подписать бумаги, хотя они даже не выходили на митинг. И что сейчас получается? Все сутки у их двери дежурил милиционер, не выпуская их из квартиры. В общем, люди просто запуганы находятся в такой ситуации. Тут, правда, слушательница пишет, что там и по ТСР, в принципе, расстройство происходит. Что делать, когда ты испытываешь страх? Страх – это естественная для человека ситуация. Биологически, филогенетически заложена от предков. Тот наш далекий-далекий предок-неандерталец, который не боялся, он на охоте был неудачлив. Его, кутрирую, съедал мамонт, человек должен был воспитывать все чувства опасности. С другой стороны, родители в нас воспитывают чувства опасности. Это нельзя. Это электрический ток, это горячий чайник, это нормально. Вот первое, в таком случае мы говорим, не бояться – бояться. Признать, что да, я имею право бояться, да, я имею право на страх. Страх – это не обязательно слабость. Вот я боюсь, поэтому я такой слабый. Нет, я боюсь, да, я имею право бояться. Начать с этого. Окей, да, ну. И уже станет легче, уже станет легче. Конечно, конечно, конечно. Хорошо, Леонид Семенович, что я еще хотел спросить. А вообще кто сейчас, вот сильно вы у себя в Центре поведенческой неврологии Институте мозга, Человека Бехтеревой, сильно у вас больше пациентов появилось за последнее время? Знаете, тут разные факторы влияют, и факторы транспортные. У нас, конечно, сейчас сложнее с иногородними пациентами, пациентами из-за рубежа, к которым сложнее добраться. Но то, что мы много занимаемся и детьми тоже, то, что количество пациентов, страдающих астеническими расстройствами, страдающих страхами, вегетативными расстройствами, люди обращаются зачастую, не говорят, что у них страх, а их беспокоит, что у них болит голова, с этим обращаются. И, конечно, дети, дети, которые тоже это переживают, они, может быть, не понимают сами, что происходит, но они видят родителей, и у них тоже усиливается проявление страха. Это наслаивается, особенно, тех детей, у которых есть уже поведенческие проблемы. Понятно. А дети же могут родительские проблемы еще к себе относить. Такая существует история, что это они во всем виноваты. Ну, безусловно, и такое бывает. Но чаще они чувствуют, плюс дети тоже находятся в состоянии депривации. Находились, не работают школы, ребенку некуда пойти. Это тоже играет роль. Это тоже играет роль. Усиливается проявление ряда расстройств, синдром дефицита внимания. Давайте об этом отдельно поговорим, о детях. Согласен. Замечательно. Очень интересная тема. На сегодня, я думаю, что все. Мы сейчас вернемся в наш политический контекст. Я благодарю нашего гостя Леонида Семеновича Чудко, психотерапевта, профессора, доктора медицинских наук из Института мозга человека имени Бехтерова в Санкт-Петербурге. Леонид Семенович, был рад с вами пообщаться. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. Пока-пока. Мне кажется, нам надо почаще встречаться. Всегда готов. Всегда готов. Так, и через несколько минут мы продолжим, почитаем ваши сообщения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...